Девушки отдыхают РДШ направлены на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Сегодня в нашей студии Светлана Петровна Сахно, региональный координатор РДШ Московской области и Виктория Трофимова, председатель РДШ Кубинской школы номер один. Здравствуйте! Здравствуйте! А я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону 8495 508 86 84, а также мы ведем прямую трансляцию в Инстаграм и там вы можете оставлять свои комментарии. Виктория, первый вопрос, наверное, задам вам. Вот как вы стали частью РДШ? Здравствуйте! Здравствуйте еще раз! Приветствую всех телезрителей и зрителей в Инстаграме. Как я присоединилась к российскому движению школьников? Это был шестой класс, это было прекрасное время, когда как-то на уроке музыки Светлана Петровна Сахно сагитировала нас. Да, она зашла к нам и начала рассказывать, какое новое интересное движение зарождается в нашей школе. Конечно, у меня сразу распахнулись глаза, мне захотелось посмотреть, почувствовать на себе, что это такое. И, в общем, уже примерно в следующий месяц у нас было проведено большое мероприятие, которое нас посвятило в концепцию всего этого движения. Я поняла, что это была моя судьба, собственно. Это был большой сбор в актовом зале. На многих надели галстуки, нам рассказали об уставе, нам рассказали о наших правилах, и мы поняли, что, ну, все, без этого, собственно, школьную свою жизнь мы дальше представить не сможем. Вот так как-то и получилось. Ну, почти что пионеры, Светлана Петровна. Получается так. Вот расскажите, пожалуйста, какие такие слова вы нашли для школьников, что они вот с такими горящими глазами пошли в актовый зал? Вы знаете, я заинтересовалась этим движением сама и попробовала ребят сагитировать, попробовала ребят увлечь в это движение. Ну, я так понимаю, что это получилось, и по показателям это тоже получилось. Это было интересно, это было здорово. Изначально у нас было 10 человек активистов, но потом с каждым днем было прибавление, и прибавление было очень большое. Все ребята очень активно заинтересовались этим движением и стали принимать участие. А вот как вы думаете, почему заинтересовались? Не было чего-то другого, что могло их заинтересовать раньше, или вы предложили им что-то такое, от чего они просто не смогли отказаться? Наверное, я предложила что-то такое, и из этого у ребят загорелись тоже глаза, как и у меня. Скорее всего, так. Вик, вот общалась наверняка со своими сверстниками. Что они говорили о российском движении школьников, когда сделали такое предложение, когда рассказали о движении? Знаете, в школе есть разные люди. Есть, конечно, которые говорят, что это может быть для умников, может быть только для спортсменов, но я утверждаю, я настаиваю на том, что наше движение для всех. И я считаю, что любой может попробовать себя у нас. Мы всегда открыты, собственно, пишем Светлане Петровне, пишем в нашу группу, беседу, и мы постоянно готовы сотрудничать с новыми ребятами. Это интересно. Светлана Петровна, мы таким достаточно казенным языком рассказали, в подводке, что такое российское движение школьников. Расскажите, пожалуйста, нам более человеческим языком, что это такое. Российское движение школьников – это самая массовая детская организация. Главной задачей которой является воспитание школьников. Мы привлекаем ребят в более 30 проектов этого движения. В этих проектах очень интересные задачи, очень интересные задумки, очень интересные проекты. И, соответственно, из этих проектов ребята могут выиграть мероприятия, могут выиграть конкурс и, соответственно, поучаствовать во всероссийских детских центрах «Орленок», «Океан», «Смена». Я говорила о том, что РДШ направлено на воспитание подрастающего поколения и развитие детей на основе их интересов и потребностей. Виктория, какие сейчас интересы и потребности у детей и молодежи? Вы знаете, я могу рассказать, конечно, про себя. Безусловно, как представитель. Как представитель, как председатель в своей школе. Я, помимо того, что проверяю свои лидерские качества в школе, я еще являюсь членом регионального совета Российского движения школьников. Там я учусь принимать какие-то чужие идеи. Ну, чужие, как-то так сказано, не очень может быть хорошо, но я учусь работать в команде. Это очень важно. Это моя потребность, в принципе, что соответствует вашему вопросу. Еще я являюсь членом детской региональной редакции, и там я реализую себя как начинающий в журналистике. А вот расскажите, пожалуйста, про редакцию. Что это за редакция? Это печатное средство массовой информации или какие-то другие форматы? Мы ведем страницу в соцсетях. Она называется «Московская область РДШ». Там у почти каждого из редакторов есть своя рубрика. Вот, например, моя называется «Тут стоит задуматься». Мы рассказываем об акциях, которые проводятся у нас в регионе, освещаем какие-то интересные моменты, новости из разных сфер. Из сферы музыки, из сферы науки. И, в общем, говорим о том, что интересно школьникам. Светлана Петровна, можно сказать, что в Одинцовском округе российское движение школьников началось с Кубинской школы номер один? Да, так оно и есть. А почему именно Кубинская школа номер один? Мы выиграли какой-то проект, стали победителями гран-при и предложили поучаствовать на форуме всероссийском, где мы приехали. Вернее, я приехала и узнала о том, что мы являемся пилотной площадкой. И дальше надо было действовать. И дальше, да, и дальше надо было действовать. Вот из этого форума я поняла, что российское движение школьников – это то, что нужно в первую очередь, наверное, мне, и также привлечь детей в эту организацию. Почему вам это нужно? Ну, вы знаете, мне нужно для того, чтобы, как бы, я тоже в этой организации живу. Я в этой организации... Вы педагог, этим все сказано, наверное. Я педагог, да. Сейчас дети все очень разные. Организовать их, мне кажется, задача не из простых, потому что, ну, все же личности, правильно? Я сейчас ни в коем случае не утрирую, действительно так. И каждому нужен свой подход, у каждого свой интерес. Вот как вам удалось организовать детей в Кубинской школе, да, активистов с каждым годом, да, с каждым месяцем, наверное, становится все больше и больше? Я вам скажу, что мы начинали с акций. Мы участвовали очень активно в акциях, но потом сами ребята ко мне подходили и говорили, «Светлана Петровна, а давайте мы попробуем поучаствуем в проекте, давайте мы поучаствуем в конкурсе». Ну, соответственно, мы рассматривали положение, мы сравнивали силы, сможем ли мы эти... Инициатива уже пошла от них. Да, и дальше пошла инициатива от них. То есть я как наставник, помощник, я направляю их дальше. Какая акция была первой? Расскажите, пожалуйста. Первая акция у нас была День знаний. Вот это самая первая акция, в которой мы начинали очень интересно. Выступали с флэшмобом, пели песни, то есть это было просто здорово, интересно. Мне нравятся горящие глаза детей, когда им это тоже интересно, и когда им интересно, мне тоже интересно. Хочется идти дальше и дальше. И хочется идти дальше, да. А какие еще школы в нашем округе присоединились к российскому движению школьников? В нашем округе присоединилась Одинцовская 17-я школа и Одинцовская 9-я школа. Очень активничают эта 17-я школа, ну и Кубинка тоже первая школа. А в принципе, кто может стать частью российского движения школьников? Это каждый школьник или это образовательное учреждение должно проявить инициативу? Каждый школьник может стать членом российского движения школьников с 8 лет. Очень просто сейчас открыты сайты. На официальном сайте российского движения школьников можно зарегистрироваться и участвовать в проектах российского движения школьников. Вот российское движение школьников в 17-й школе уже попадало на экраны, не только нашего канала. Организация питания учащихся образовательных учреждений нуждается в реформировании. И за дело берется шеф Константин Ивлев. Он разработал новое меню для школьных столовых. А некоторые блюда удалось попробовать и наш съемочной группе. Недоеденная каша и невкусные рыбные котлеты. Школьное меню давно пора кардинально менять. За дело берется шеф. Константин Ивлев в Одинцовской школе номер 17. Повара в ожидании. Приготовленные ими блюда будет пробовать знаменитый телеведущий. Константин дал хорошие рекомендации. Хотим, чтобы Константин в лучших традициях и оценил. Я буду оценивать не в лучших традициях своих телешоу. Вот так. Я лучше буду. Дорогие коллеги, всем спасибо огромное. К приезду известного шеф-повара готовились заранее. Все блюда строго по его рекомендациям. Константин Ивлев разработал меню для школьных столовых. Блюда вкусные и полезные. А самое главное, есть из чего выбрать. Если раньше нами никто не занимался, неважно, есть у человека аллергия, нет у человека аллергии, есть восприятие лактозы, нет восприятия лактозы. То есть сейчас, слава богу, у нас есть возможность реагировать на такие моменты. И поэтому одно из основных кризисов моего предложения с точки зрения питания является как и возможность, как Ирина уже сказала, возможность выбора. Задача со звездочкой для родителей – накормить привередливого ребенка. Константин Ивлев и российское движение школьников занялись его решением совместными усилиями. Провели опрос и выяснили, каких блюд в меню столовых быть не должно. Самые нелюбимые блюда у школьников – это рыбные котлеты. Не хотят есть ни при каких условиях. Также в число нелюбимых попали жареная печенка, гороховое пюре, перловка, полуфабрикаты и серый омлет. Вот мы вывели новое топ-блюдо – серый омлет. Вместо серого омлета – каша-гранола. Приготовить можно как на обычном молоке, так и на безлактозном. Кажется, в новом меню учтены все нюансы. Здесь и овощи, и фрукты, и рыба, и мясо. Каждый может выбрать то, что ему по вкусу. Куриная грудка. Индейка. Мы изначально с вами знаем о том, что это недорогой продукт. Да? Шпинат. Шпинат еще с самого детства, с разных, соответственно, мультфильмов, мы знаем то, что это дает нашему организму что? Силы. Силы дает шпинат. Сливочный соус дает возможность просто-напросто куриную грудку, если даже зачастую она может быть слегка пересушенной, потому что это вообще белок, то мы как раз макаем в этот соус и что? И получаем ту сочность для того, чтобы просто-напросто это лишний раз еще более комфортно зашло. И, конечно, фаворит всех поколений – пирожки. Без них тоже никуда. Одними из первых эксперимент со школьным питанием оценили ученики 17-й школы. Пирожок с мясом, очень вкусно. Михаил. Да, потому что теперь все стало, как бы, температура вполне хорошая, чтобы для приема пищи. Все свежее и очень вкусное. Очень вкусно. Здесь помидорки, ну и много всего другого. Обычно было много салатов и суп. Вот такой салат нравится? Очень, да. Разработана Константином Ивлевым, одобрена школьниками. Кстати, контроль питания дети берут в свои руки. РД-шефами уже захотели стать полторы тысячи учащихся. К слову, новое меню пока только рекомендация. Легко исполнимая с точки зрения финансовых затрат. Есть, соответственно, задание. Мы его будем делать и мелкими шажками подготавливаться к следующему учебному году, для того, чтобы уже в следующем учебном году уже была ясная картина, а точнее ясная поляна в столовой, как говорится. Одинцовский округ готов принять участие в эксперименте. Новое меню школьники оценят уже в следующем учебном году. А нашей съемочной группе уже удалось это сделать. Сэндвич с тунцом, овощной салатик, куриное филе в сырно-сливочном соусе со шпинатом и облепиховый морс. Сейчас то, что нужно. Богат витамином С. Говорят, это не только красиво, но еще и вкусно. Впрочем, у представителей средств массовой информации есть возможность все это попробовать. Очень хочется верить, что такое действительно вкусное питание скоро будет во всех школах страны. Вик, первый вопрос задам тебе после просмотра этого сюжета. Прозвучала цифра, более полутора тысяч детей уже решили стать РД-шефами. Ты не примкнула к этому движению? Нет, вы знаете, пока я не примкнула к этому движению, но смотря ролик, мне действительно очень захотелось. Вижу я его, конечно, не впервые. Слюнки буквально потекли, я буду честной. Да, РД-шефы это те люди, которые берут контроль питания в свои руки, как было проговорено. Это те дети, которым не безразлично, чем они питаются. И, по сути, преемники известного телеведущего Константина Ивлева. Приятно быть частью такой команды, общероссийской команды. Вот мы там услышали, что антирейтинг возглавляют рыбные котлеты. А у тебя что больше всего нравится в школьной столовой, что меньше всего нравится в школьной столовой? Не кривя душой, я люблю школьную столовую. Мне нравится, как у нас в школе подают еду, какой там доброжелательный персонал, как все устроено в плане санитарных норм. Я, если честно, одобряю. Если бы я была РД-шефом в своей школе, а я буду РД-шефом в своей школе, я обязательно поставлю высокие оценки по многим показателям. Светлана Петровна, давайте вот так подведем итог тому, что сказала Виктория. Кто же такой РД-шеф? Кто может им стать? РД-шеф – это контролер школьного питания. Тот, кто может проверить качество питания и, соответственно, все остальное, что связано с столовой. Вик, смотри, главная мысль новой реформы – это предоставить учащимся право выбора. Хочешь, ешь рыбный суп, хочешь, ешь гороховый суп. Как ты думаешь, правильно это или не совсем? Да почему же это не совсем правильно? Конечно, правильно. Начиная с того, какое у тебя сегодня настроение, что ты хочешь поесть, заканчивая тем, на что у тебя аллергия. Естественно, это очень важно – иметь право выбора. Светлана Петровна, как вы думаете, удастся ли вот с помощью этой реформы, ну, скажем так, повысить качество школьного питания? Я думаю, что да, это возможно. Насколько дети интересуются этой темой? Ну, на данный момент, я думаю, что все интересуются дети, потому что это важно для будущего, для своего здоровья прежде всего. Мы с вами уже, вот это один из проектов, да, шеф в школе российского движения школьников, а проектов на самом деле очень-очень много. И один из них – это Всероссийская киберспортивная школьная лига. Я так понимаю, что вот соревнования уже проходят. Принимают ли наши школьники в них участие? Расскажите, пожалуйста, что это за лига, что за соревнования? Я вам скажу то, что Московская область принимает очень активное участие в этом мероприятии, подано заявок очень много, и как бы увлеченность, да, большая именно по Московской области. А что за соревнования, расскажите? Это очень интересный проект, может быть, Вика подскажет. Для любителей компьютерных игр, я так понимаю, настоящий подарок. Да, именно. У меня есть некоторые знакомые, которые участвуют в этой киберспортивной лиге. Впечатления у них, конечно, потрясающие. Хочется проверить свои силы. Я компьютерными играми не увлекаюсь, но иногда проверяю, как там идут дела у моих коллег, которые участвуют в этом конкурсе. Говорят, что интересно. Многие компьютерные игры, вот не вспомню название и не хочу врать, затрагиваются. И, собственно, попробовать свои силы можно во многих из них. Светлана Петровна, вот это что, попытка направить, скажем так, ну, очень сильно популярное увлечение молодежи в мирное русло? Ну, конечно, это как бы новые технологии, можно так сказать, что-то новое. И что-то новое это нужно изучать, это нужно пробовать, и это интересно. Давайте поподробнее остановимся на тех проектах, которые в Кубинской школе номер один были реализованы. Проектов, насколько по нему действительно очень много, и они все разносторонние, то есть совершенно разные тематики, разные направления. Ну, я скажу то, что наша школа принимала участие в нацпроекте «Добро не уходит на каникулы» в индивидуальной номинации «Бумеранг добра», где стали победителями на всероссийском уровне. А расскажите, пожалуйста, что это за проекты, цели, кто участвовал? У нас участвовала активистка российского движения Косымова Валерия. Она индивидуально выполняла задания и потом направляла туда, куда нужно. В итоге ее все задумки, все идеи прошли и как-то пригласили в прошлом году на стажировку. Она участвовала на стажировке в Москве. Ну, это очень нужно. А можете рассказать о ее задумках? Что там в ее проекте? Я скажу, да. Она делала ролик о добровольчестве. Она сортировала мусор в разные ящики, делала. Она посещала... Приют для животных гав. Приют для животных гав, да, в нашем Одинцовском районе. И направила всю работу на экспертизу. И в итоге получилась победителем. Высокую оценку получила. Какие еще проекты были в Кубинской школе номер один? Мы участвуем тоже в нацпроекте классные встречи. Мы проводили очные встречи. Мы проводим сейчас в онлайн-режиме классные встречи. Это встречи с интересными людьми, с интересными личностями, с молодежью, те, которые занимаются спортом, у кого есть какие-то достижения. Здесь ребята могут напрямую задать интересующие вопросы и, соответственно, получить положительный ответ для них, для ребят. Вик, участвовала в таких встречах? Да, конечно, участвовала. Неоднократно проводила. Не только я провожу классные встречи в своей школе. Еще у нас есть множество ребят, которые это делают. Очень часто на них присутствуют. Тем более сейчас это стало удобнее. Даже не обязательно быть в школе. Можно делать это с телефона, с ноутбука, с компьютера дома. В Инстаграме. Очень легко просто заходишь на наш профиль в Инстаграм Кубинка РДШ и там вот два таких окошечка. В одном наша активистка или наш активист, а во втором интересный человек, на которого прямо хочется смотреть. Можно задавать вопросы, получать на них ответы. За лучшие вопросы даются призы с символикой классных встреч. Это интересно. А вот был ли какой-то человек, который тебе, может быть, больше других сумел заинтересовать? Вы знаете, я недавно смотрела интервью, то есть классную встречу с Еленой Бобровой. Она является тренером латиноамериканских танцев. Сама сейчас судья и в прошлом великолепная танцовщица. Ну, конечно, сейчас она тоже танцует, но в профессиональном спорте нельзя быть одновременно и судьей, и танцором. Меня потрясло то, что при том, что у нее такая большая загрузка, она одновременно и педагог, и спортсмен, получается. Она еще и не забрасывает своих увлечений чтением. Она всесторонне развивается. У нее отличная речь. Ну, я просто восхищаюсь такими людьми. Светлана Петровна, какие еще проекты? Классные встречи. Еще что? Здоровое движение, припомните. Да, здоровое движение. Мы участвовали в здоровом движении. Это очень, ну, очень интересный тоже проект. Вот напомни мне, как мы проходили, какие этапы? Он проходит уже не первый год. Он связан с популяризацией здорового образа жизни. Мы снимаем ролики, которые направлены на, ну, собственно, повышение осведомленности молодежи о том, как правильно питаться, в чем-то, что связано с режимом сна и всем том, что поможет школьнику восстановить его здоровье. Вот так вот и приобщаем наших сверстников к ценностям российского движения школьников. Да и каждого человека, да. Извини, еще могу сказать еще о участии на региональном уровне лучшей команды РДШ. Мы второй год, нет, не второй год, а второй раз являемся лучшей командой российского движения школьников в Московской области. Вышли на окружной этап, и с 14-го числа у нас будут уже поединки, можно так сказать, вместе с ребятами окружного центрального федерального округа. Вот, если можно так сказать, в каких дисциплинах показываете наилучшие результаты? Так, какие дисциплины? Благодаря чему дошли вот до такого высокого уровня? Наверное, желания, прежде всего. Желания, не знаю, стремление к чему-то, к стремлению не то, что к победе. Участие — это всегда хорошо, на самом деле. Участие, в участии мы видим, где наши стороны какие-то слабые, и где нужно доработать, и где стороны есть очень хорошие. То есть вот эта вот планка колебания того и другого, она когда всё равно нужна, потому что и ребятам очень нужно учиться вот этой вот стабильностью, сравнивать то, что слабее, и то, что выше. Это, конечно, то, что выше, это подтягивает ещё больше статус. Ребята взрослеют, и ребята чувствуют себя вовремя, молодцы, мы можем много чего добиться. Вот, кстати говоря, а видите, ну, скажем так, рост ребят, которые вступили в российское движение школи. Вот какими они пришли, и какими они стали сейчас? Вот, например, Вика, да, пришла совсем маленькая, сейчас уже перед нами сидит совершенно самостоятельный человек. Конечно, конечно. Я Вику, да, я Вику привлекла, я увидела у неё интересный потенциал, то, что она может хорошо писать. Я подумала, почему бы не попробовать её привлечь именно в редакцию. То есть в любом случае, как куратор, ну, куратор видит потребности, интересы детей, и в каком направлении можно предложить участвовать в каком-то проекте или дальше участвовать в каком-то конкурсе. Вот Вика участвовала в конкурсе и была во Всероссийском детском центре «Орлёнок», была победителем на образовательной смене, да, в будущей стране? Шаг в будущей стране называлась сменой. Как ты думаешь, что способствовало твоей победе? Собственно, под победой Светлана Петровна подразумевает то, что я участвовала в состязании эссе. Кажется, оно было посвящено тому, может ли женщина стать президентом России, была затронута серьёзная тема. Интересно, может ли? Я считаю, что может, конечно. Ну, собственно, я от лица девушки так и утверждала в своём сочинении. Я тогда была в восьмом классе. Сами понимаете, это такая тема достаточно серьёзная для восьмиклассницы. Но я смогла, у меня определённые мысли интересные возникли по этому поводу. Потом я записала видео, почему моя команда доверяет мне поездку на эту смену. То есть, почему именно я могу представлять свою школу на Всероссийском форуме. И тогда, видимо, мой посыл в видео проник в душу членов жюри, и я оказалась в «Орлёнке». Вот, кстати говоря, я не могу теперь не спросить, а какие есть сомнения в том, что женщина может быть президентом России? Ну, не знаю. Это, наверное, нужно задать вопрос тому, кто дал такую тему эссе. А какие аргументы против этого тезиса привела? Против этого тезиса? Я не приводила аргументов, потому что я считаю, что женщина может стать президентом России. Конечно, почему нет? Почему может? А почему не может? Нет, ну, это такой тупиковый вопрос. Вот, да, если возник такой вопрос, ты же когда-то аргументировала свои выводы? Женщина такой же человек, как и мужчина. Ну, почему же она не может стать президентом России? Это тот человек, который постоянно сталкивается с проблемами, особенно социального характера. Я имею в виду семью, материнство и детство. Может быть, даже острее, чем человек, представитель мужского пола. Вот, кстати говоря, Вика, а есть какая-то конкуренция внутри российского движения школьников в первой кубинской школе? Вы имеете в виду мальчики и девочки? Нет, не мальчики и девочки. В принципе, многие дети считают себя лидерами, видят себя на лидерских позициях. И тут бывают, возникают всякие сложности. Можно припомнить один такой случай. Как-то раз я тогда приехала со всероссийской смены в Орленке, и тогда у нас в школе развернулась борьба за пост председателя, который покинула девочка, который выпустил все школы. Она до сих пор продолжает с нами работать, и мы очень этому рады. Но, тем не менее, пост лидерский кому-то нужно было занять. Тогда за это боролись я, еще другие девочки. Мальчики, по-моему, у нас там тоже были. Они у нас тоже в движении есть, конечно. Но преобладают девчонки, я думаю. Но это что касается нашей школы. Я не знаю, что там в остальных. Ну и, в общем, как-то так получилось, что иногда мы ссорились, переходили на личности, но мы смогли это постепенно перерасти. Сейчас мы об этом с улыбкой вспоминаем. Светлана Петровна, российское движение школьников ставит ли перед собой целью, скажем так, в том числе воспитание? Мы сейчас привыкли слышать, что школа воспитанием не занимается. Школу учат, воспитывайте, пожалуйста, дома сами. Вот российское движение школьников на чьей стороне? Это главная задача воспитания школьников. У нас есть корпоративный университет российского движения школьников. Здесь ребята также, не только ребята, директора, родители, активисты, педагоги могут зарегистрироваться на этот сайт, пройти бесплатно курсы, получить сертификаты, подтверждение того, что они прошли эти курсы. И курсы на самом деле образовательные, интересные, доступные для всех. А вот из таких сложных ситуаций помогаете выходить или даете им возможность самостоятельно решить вопрос? Нет, сложные ситуации, конечно, мы все это вместе обсуждаем, все это решаем. Так как уже Вика говорила, РДШ – это вообще команда, это семья. И команда помогает друг другу. Мы в любом случае поддерживаем не только в своей школе, мы поддерживаем и Одинцовскую 17-ю школу. Также, когда мы приезжаем на различные слеты, форумы, мы общаемся со всей страной. То есть у нас поддержка. Мы чувствуем, что мы на самом деле очень большая, крупная семья. И причем такая сплоченная, веселая. Здорово. Мы уже сравнивали в начале программы, когда про галстук заговорили, про пионерию. С пионерии иногда за плохое поведение исключали. А что касается российского движения школьников, есть такая практика? Нет, у нас такой практики нет. Перевоспитываете? Да, мы перевоспитываем, но такого у нас нет. Мы не исключаем никого. Мы предупреждаем ребят о том, что нужно вести себя достойно. Это российское движение школьников. И нужно поддерживать статус. А есть, может быть, какой-то кодекс поведения представителей РДШ? Да, было такое. Мы недавно праздновали 5 лет нашей организации. И тогда мы снимали ролики, что для нас значит один из пунктов кодекса российского движения школьников. Я тогда выбрала пункт кодекса. Звучит он так. Совершенствовать себя и постоянно увеличивать свои способности. Ну, я точно дословно не скажу как-то. В общем, все это заключается в личностном росте. И таких пунктов у нас несколько. Но, собственно, это базовые вещи, которые позволяют быть достойным гражданином и хорошим человеком. Это наш устав. А что для РДШ неприемлемо? Сложный вопрос, очень объемный вопрос. Но, я думаю, все, что не подразумевает уважение к другим. Главное – это уважение. Все, как в Конституции написано. Если возвращаться к проектам, которые реализует российское движение школьников, например, везу макулатуру на Бумбатл. Еще одна акция, которая проходит до 10 декабря. Вот можно уже, ну, 10 декабря не за горами, чего уж тут скрывать. Можно ли подвести какие-то предварительные ее итоги? И в чем суть акции заключалась? Предварительные итоги еще пока мы не заключаем. Мы заключим уже 10 числом, так как у нас акции проходят включительно до 23 часов 59 минут. Завтра еще можно. То есть завтра еще, да. Но это очень интересная тоже акция. В принципе, ничего особенного. Тоже принесли макулатуру, собрали, отправили заявку, отправили результаты. Результаты, вот, но участники есть. И мы тоже вот уже завтра будем смотреть, как и что, как ребята подготовились к этому. И как-то вы участвовали в акции. Вы имеете в виду макулатуру, правильно? Да, конечно. Да, в принципе, когда еще не существовало российского движения школьников, у нас собирали макулатуру. Но не организовывалась реклама, как в соцсетях, так и внутри школы на плакатах. Сейчас российское движение школьников активно этим занималось. И намного больше, собственно, даже по статистическим показателям ребят принесло ненужные бумаги для того, чтобы помочь природе. Да, участвовали активно. РД-школьники, они только за сбор макулатуры или за раздельный сбор в целом? Ну, я могу сказать, что за раздельные сборы в целом, конечно, мы как бы придерживаемся. Да, и, собственно, добро не уходит на каникулы тоже подразумевало то, что мы должны помогать природе. Да и многие акции, вот как, например, даже целые поднаправления, экология, направлены на то, чтобы мы, дети, как-то участвовали в том, чтобы сохранять природу. Должны учиться этому. Именно. Стас Петрович, приходит к вам ребенок, говорит, хочу стать РД-школьником. Какие направления ему можете предложить? В чем он себя может реализовать? В Российском движении школьников четыре направления. Это личностное развитие, информационно-медийное направление, гражданская активность и военно-патриотическое направление. Эти направления все очень интересные. Я каждому говорю подробнее о направлении и говорю, выбирай, какой тебе больше нравится, какой тебе ближе. И ребята выбирают, да, то, что ближе, они выбирают. Но также они могут участвовать и во всех направлениях. Не только в своем направлении, но и в других тоже. Какое направление самое популярное, можем говорить? Информационно-медийное, наверное, да. Почему, Вика, как думаешь? Потому что сейчас, да, 21 век, век информационных технологий. Именно, да, постиндустриальное общество, эпоха интернета, собственно, творить можно в соцсетях бесконечно много. Ну, и этим все сказано. Что еще могу сказать? Сейчас много споров идет о том, что интернет, да, свобода слова, все прекрасно. А нужно ли как-то это ограничивать? Как ты думаешь? Я думаю, что ограничивать с точки зрения законодательства, это, конечно, нужно. Но в основном свобода слова присутствует у нас именно на площадках, где творят члены российского движения школьников. Например, в наших группах у нас, в принципе, можно писать обо всем. Но у нас присутствует регламент, ну, который просто не дает нам выйти за рамки дозволенного. Но развиваемся и познаем эти рамки дозволенного мы самостоятельно. Вот обрисуй нам, пожалуйста, что за рамки дозволенного, за что выходить нельзя? Это какие-то темы, может быть, не знаю, нецензурная лексика, это вполне логично. Вот, например, нецензурная лексика, но, может быть, какие-то очень резкие высказывания, неуважительные высказывания. Например, если мы ведем музыкальную рубрику, конечно, нам не нужно говорить о том, что какой-то артист хороший, а какой-то плохой. Но если он не занимается никаким криминалом, не нужно выставлять никого в плохом свете. Все-таки на вкус и цвет все фломастеры разные, и поэтому нам нужно учитывать чужие какие-то предпочтения, вкусы. И быть толерантными. Мы плавно перешли как раз к следующему вопросу, который посвящен Всероссийскому конкурсу «Медиа-вызов». Здесь чуть побольше времени, чтобы принять участие до 13 декабря. Кто может принять участие и в каких номинациях? В конкурсе «Медиа-вызов» может принять участие школьник от 8 до 17 лет, который является членом нашей организации. Суть проста. Нужно показать свой талант, свои способности в одной из четырех номинаций. У нас есть медиа-журналистика, у нас есть творчество в социальных сетях, фото и видео. Если ты начинающий журналист, пробуй, получай призы, наслаждайся. Вот, может быть, дашь какие-нибудь советы тем, кто захочет принять участие, как лучше подать свою работу, о чем, может быть, лучше сделать свою работу? Я думаю, правила тут только два. Нужно внимательно изучить регламент, нужно понять правила, по которым действуют журналисты, нужно понять правила, по которым тебя будут оценивать члены жюри. Потому что, собственно, твоя оценка зависит в большинстве своем от них. И нужно оставаться индивидуальностью, делать то, что зажигает тебя. Вот на что будет попросить внимание жюри? Я думаю, что это будет качество работы с точки зрения каких-то правил журналистики. Нужно обязательно писать грамотно, прислушиваться к советам тех людей, которые работают в корреспонденции, собственно, российского движения школьников. И просто работать, работать, слушать, запоминать, записывать, конспектировать. И пытаться свою работу скорректировать так, чтобы она была похожа на работу профессионального журналиста. А вот, скажем, ты участвуешь в этом конкурсе? Пока нет. Не знаю, стоит ли мне подавать заявку. Я больше, знаете, нацелена на работу в детской редакции. Она у нас идет непрерывно, постоянно. И на поддержку как председателя своих ребят из школы, которые в этом проекте участвуют. То есть у меня есть в школе пара человек, которые будут подавать заявки, которые будут стараться. И я думаю, что займусь я тем, что буду направлять их. Так. Расскажите, пожалуйста, о всероссийском проекте «Творческая мастерская РДШ». Это что такое? Да, здесь я тоже могу вставить свое слово. Есть какая-то идея проекта. И она из ничего не получится. То есть, в принципе, даже недостаточно сказать друзьям, ну давай вот это сделаем. Нужно организовать рекламу, нужно написать план. Даже вот я сказала реклама, но это вообще уже последняя стадия. Нужно учесть так много, нужно, как идея это фундамент, нужно построить целый дом. И именно эти возможности, эти стройматериалы нам дает Творческая лаборатория Российского движения школьников. Здесь идут образовательные курсы, которые помогают вооружиться вот этим вот материалом для осуществления большого дела. Светлана Петровна, давайте подытожим. Так как же стать частью вот этой большой семьи РДШ? Очень просто. Каждый может стать российским движением школьников с 8 лет. Пожалуйста, принимайте участие. Очень хочется, чтобы Одинцовский район, Одинцовский округ включился в это движение. На самом деле это очень интересно, очень позитивно. У нас замечательные выезды, у нас замечательные конкурсы, побывать во всероссийских детских центрах. Активно участвую во всех мероприятиях, акциях. На самом деле, я скажу даже, что это сплочает. Поэтому, вступая в российское движение школьников, ребята понимают, что это какая-то другая интересная жизнь. Что-то нужно. Нужно для себя и нужно для будущего. Шаль, меня в российское движение школьников уже не возьмут. А в наше время его не было. Спасибо большое, Светлана Петровна. Спасибо, Виктория, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...